Так хотел проиграть, что опять всех обыграл. На этой неделе Газпром, который в настоящем, в общем-то, и так переживает не лучшие времена, а я напомню, что по итогам прошлого года его убыток составил более 600 миллиардов рублей, и это абсолютно рекорд за последние 25 лет, на этой неделе получил еще одно предложение, от которого не сможет отказаться. О чем речь, расскажу прямо сейчас. Это «Вести без Киселева», совместный проект канала «Фьермак Медиа» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Вот честно, не хочу ни на что намекать, но отношения, которые выстраивались несколько десятилетий, вдруг и почему-то резко начали ослабевать. Может, во всем виновато качество нашего газа? Или может, его стоимость? Да нет же. Виной всему, впрочем, не будем об этом, целее останемся. Но факт остается фактом. Газпром продолжает сокращать добычу газа и замораживать скважины на месторождениях. Ситуацию не облегчает даже Китай, который и так продолжает затягивать галстук на нашей шее, выпрашивая скидки, явно работающие нам в минус. Мыслимо ли это, но поставка газа именно в Пекин стоит почти в половину дешевле, чем, например, в ту же Турцию? Тут уж впору ставить вопрос целесообразности такой продажи вообще. Но мы пока еще на что-то надеемся. Вот только на что непонятно. Китай нам не друг и совсем не партнер. Европейский рынок мы потеряли. Выплату дивидендов заморозили, фиксируя рекордный рублевый убыток. В результате чего акции компании рухнули более чем на 90%. И кажется, уже хватит бить лежачего. Но нет. На этой неделе по жопе прилетел еще один шлепок. Немецкая компания, бывший партнер Газпрома, решила расторгнуть с ним все долгосрочные контракты и получить с России 13 миллиардов евро в качестве компенсации убытков за непоставленные середины 2022 года газ. Я, конечно, понимаю санкции и все такое, но согласитесь, этого стоило ожидать. И это произошло. Немцы обратились в стокгольмский арбитраж и выиграли процесс. Вот только Россия сдавать позиции, равно как и выплачивать то, что присудили, явно не собирается, заявив, что не считает международный арбитраж справедливым. При этом до вынесенного решения арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил немецкой компании вести любые разбирательства против Газпрома. Это значит, что при попытке наложить арест на активы Газпрома за рубежом в отношении обидчика будут приняты зеркальные меры, утверждает Алексей Гривач, директор Фонда национальной энергетической безопасности. И знаете, чем во время всего этого занимается небезызвестный господин Миллер? А я вам скажу, мечтает о двух новых башнях высотой более чем в 500 и 700 метров, и я сейчас не шучу. И все бы ничего, если бы не главное, у них из кармана выпадают миллиарды, а они на что-то собираются строить себе новые штаб-квартиры. Вы только простите, для кого? Или точнее, для чего? Как сказал Миллер, для работы, творчества и науки. Но это-то да. Но можно их построить только после того, как в каждом доме России появится газ? А то я пока до конца не поняла, к чему весь этот пир во время чумы. У нас страна и так испытывает финансовые трудности. В цене растет абсолютно все, но только не зарплата. И тут такой проект. Красивый? Может быть. Но не полезный, не прибыльный и не производящий ничего нужного. Даже если рассматривать его с точки зрения привлечения турпотока, да никогда, никогда туристы своими входными билетами его не окупят. Я вам больше скажу, они даже в Питер не прилетят, ибо со средней ценой на самолет в 30 тысяч рублей в обе стороны. И это без питания и проживания, знаете ли, не дешевое удовольствие. Стамбул и тот не такой дорогой. А там и теплее, и сервис повыше. Но в Питер лично я попасть безумно желаю. Причем последние 10 лет. К своему стыду не была там ни разу. И пока не могу себе это позволить. Но мечта она на то и мечта, чтобы иногда сбываться. Причем не только у Газпрома. Но будущих ипотечников это не коснется. Их мечты о новой двухкомнатной коробке от банка ВТБ могут остаться только фантазиями. На этой неделе финансовое учреждение резко повысило первый взнос по льготной ипотеке. Теперь он составил 60% от стоимости будущего жилья. Такое решение в банке объяснили повышенным спросом. Ну да, все правильно. Особенно если следовать логике. Я понимаю, что вам сейчас хочется выругаться словами, зашифрованными в этом ребусе. Но пока вы ломаете голову, я вам поясню. Коснется такой первый взнос только тех самых льготников, у которых и ставка 8%, и помощь от государства такая нехилая. Это прежде всего военные и многодетные. Остальных небывало высокий взнос минует. Но опять-таки не торопитесь радоваться, ибо ставка-то у нас вообще нереальная. По 21%. Поэтому вы как хотите, а я пока поживу в своем коробке. До тех пор, пока государство не очухается. Коробки есть, а денег нет. Кстати, еще в декабре прошлого года РБК сообщил нам о рекордном объеме нераспроданного жилья в новостройках. Тогда количество пустующих квадратных метров зашкаливало за 70 миллионов. Но почему-то так и не повлекло снижение цен. А почему? А потому что льготных ипотечников настолько много, что пока девелоперы искренне рассчитывают на них. Но столько желающих, как мне кажется, не наберется даже с учетом всех вернувшихся со спецопераций. Ведь ввод жилья в эксплуатацию даже за эти полгода значительно подрос. А вот спрос, особенно после 1 июля, может значительно просесть. Причем в некоторых регионах сразу на 50%. Об этом во вторник сообщил РБК. Но эксперты утверждают, что для нас, для обычных покупателей, это, конечно же, сыграет на руку. Рынок новостроек очнется и спустится с небес на землю, делая спросу адекватное предложение. Тут главное все просчитать, что для вас важнее. Ипотека сейчас с низким процентом, но бешеной стоимостью на квартиру. Или же квартира по приемлемой цене, но с конской ставкой по ипотеке. Кстати, раз уж сегодняшняя программа как-то само собой получилась с уклоном на деньги, то не могу не упомянуть и еще об одном событии. В среду стало известно, что Америка ввела против Мосбиржи санкции. 12 июня биржевые торги не проводились в связи с официальным праздником. Кстати, поздравляю всех настоящих патриотов, настоящей России с нашим днем. А вот в последующие дни могут приостановиться по совсем иным причинам. И мне очень хотелось бы сказать вам, да фигня, прорвемся. Наверняка ведь государство, прежде чем вступить то в говно, то еще куда-нибудь, анализирует и риски, и возможные ограничения, и неприятность эту мы переживем. Но, увы, я не могу порадовать пока ничем, кроме как пляской на долларовых костях со стороны банков. В среду в СМИ завирусился скриншот, согласно которому московский Норвегбанк сразу после объявления санкций изменил курс доллара и курс евро. В среду купить его можно было по 200 рублей за единицу, а продать всего за 50. Я, конечно, не поленилась и зашла на официальную страницу банка, чтобы глянуть курс. Там, на удивление, все было по-прежнему. Но проекция будущего-то сработала. Ведь регулировать курс, по всей видимости, теперь будет каждый для себя сам. Захотели – подняли стоимость доллара. Захотели – впрочем, точно не отпустили. А отсюда вам любые импортные товары. Уже не по 100 рублей за доллар, а, например, в два раза дороже. И громко крикнуть «санкции нам на пользу» уже будет как бы нельзя. Хотя некоторым россиянам, по-моему, глубоко плевать и на сказанное, и на обещанное, и даже на очевидное. В День России в Петербурге неизвестные решили показать все свои умственные способности и выкатили к спасу на крови гроб на колесиках с изображением первых лиц тех стран, которые Россию в ее начинании не поддержали. Эпично то, что гроб был один, один на всех, и за ценой, похоже, стоять никто не собирался. Хотя оно и понятно, ведь в среду Столтенберг сообщил, что военная помощь со стороны стран-участников НАТО отныне должна стать обязательной. А то хаотичность помощи никак не приводит к росту уровня выливаний в Украину. Поэтому генеральный секретарь НАТО предложил новую идею для реализации. Помощь оказывают все, причем достигать она должна 40 миллиардов евро в год. И знаете, как отреагировали наши? А я вам расскажу. Вернее, даже покажу. За Белгород, Донбасс и Крокус берем США в фокус. Для победы России требуем ввести полетные задания в наши стратегические ядерные ракеты и нацелить их на города Соединенных Штатов Америки. Ярс, Сармат и Посейдон берем в прицел мы в Вашингтон. На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Я не знаю, как вам, но лично мне после таких заявлений становится немного страшно. И не потому, что есть люди с подобной позиции, а потому, что есть люди, не понимающие, что ответка непременно случится. И отправь Россию в сторону Вашингтона хоть один Сармат, в ответ может прилететь совсем не Сармат и совсем не один. Но пока это только кричалки. И надеюсь, ими же и останутся. Вот как-то так, друзья. Ну а на этом у меня все. Увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. И да, не забывайте подписываться на нас в Телеграм. Всех люблю. Пока-пока.